Да, да, слышно, Игнатий Стивенкович. Доброй ночи. И видно вас. Меня видно? Мы уже встали, видно. Откуда вы и кто? Я вас видел в Ютубе и подписан на вас в Ютубе. Вот. У вас подписчик. И хотел бы задать пару вопросов вам. Давайте сначала, я вам задам сначала. Давайте, давайте. Вы знаете, что у нас все записывается в истальше. Да, да, да. Я не против? Не, не против, не против. Так, второе. Почему у вас дважды записано Макс, Макс? Два раза. Это может быть в этом, в Нике? Ну, ясно, что не на облаках-то. Почему не написать фамилию, имя, как у меня, где бы ни зашел Лапкин Игнатий. Почему вы два раза одно говорите слово, которое ничего мне не объясняет? Почему? Я просто так написал, у меня просто друзья. Это стихия мира захватывает. Второе. Я сейчас сказал, заходите. У меня здесь целая конструкция. Со стола убирать, чтобы напечатать. Сказал, заходите, вы стоите. Сейчас. Я говорю, вот сейчас зашел, человек идет ко мне, стучится. Это вы постучали. Я открыл дверь, заходите. У меня нельзя дверь сильно открывать, холод идет. А вы как бы стоите и говорите, сейчас заходите. Ну, заходи и так. Я не могу ответить вам здесь. Вы опять ждете, ждете. Я бы сейчас уже закрыл вас. У меня времени нет. Ну, что вы такие, это вот прямо... Не могу. Я время теряю из-за вас. Пожалуйста. Ну, простите, простите. Я просил, да, прядь и делайте. Сказали, не сжимайтесь. Что тут? Хорошо. Все, давайте. Слушаем. Игнатий Тихонович, почему вот попы вот так крестятся? Вот я смотрю за вами, я стал точно так же креститься. Я каждое воскресенье хожу в церковь. Но ни одному попу еще никогда руки не поцеловал. Это для меня как-то не знаю. Не мое. И вот смотрю, и сейчас у вас даже вот было, этот, как его, приезжал священник. И вот тоже смотрю, он так... Митрополит. Да, митрополит, смотрю так вот, вроде бы с вами знаком. И здесь, и вот патриарху. Но я патриарху никогда не подхожу и не целую ни руки, ничего. Я подошел к иконе, сам перекрестился и ушел. Вот. Так, вопрос задан. Вопрос вы умеете задавать быстро, коротко. Вопрос. Я теперь отвечаю вам более пространно. Вы видели, в старое время, да и сейчас точно так же. Подходят если женщина, ей руку целуют. Зачем? Это на балах и приемах везде. Сейчас. Настоящее. Даже Путин там встречается с какой-то, гляжу, руку раз поцеловал ей там. То артистка такая, то Пугачева. Зачем? Я даже не знаю. Ну не знаю. Может уважение? Так, это не сегодня. Заметьте. От нее какое уважение, кроме соблазна и тлена? А эта рука, которая благословляет, дает связь с небом. Иоанн Златоуст, самый великий проповедник. Он говорит, через эти священные руки к нам сходит благодать. Без этих священных рук священства, который посвящен. Не просто эта дядька стоит там. Нет отпущения грехов смертных. Бог так установил. Бог. Теперь заметьте, когда монахи, они целуют колени. Колено целуют даже, чтобы соблазна не было. Так это не то. У Папы Римского целуют носок туфли. Человек на коленях стоит. А беда какая есть? Да никакой беды нету. Никакой нету. Мы в приемной, когда приходим к начальству, ждем? Ждем. А бывает так, назначают, да еще и не сразу. Да еще скажут, да ладно, вот там помощнику какому-то. У меня близкое знакомство с прокурором края. Я в любой день мог заходить к нему, несколько раз даже. Больше ни у кого такого доступа не было. Он генерал-лейтенанта. Я вышел, а мужчина сидит, там приемные люди. Он говорит, вы откуда? Я говорю, прокурор. Я второй год хожу. По заместителям меня сует. Почему? Мне Бог открыл эти двери. Захожу к мэру города, к губернатору. Я и в очереди никогда не стою. Мне сразу дверь открывают. Заходи. Почему? Потому что я смирился сидеть. Я сижу в приемной. А у ректора в университете 21 тысяча студентов. У него профессорский состав. Дверь приоткрылась и критая заходить. И он меня увидел, ректор. Он, а вот перед ним, там столько, огромный такой совет. Он только встал из-за стола. Сразу шагает ко мне. Всегда я Владимир Васильевич, доктор, академик. И сразу, заходи, заходи. Я зашел, он подходит. Это неверующий человек, может быть. Он вот так меня целует. Вот так расшаркался. И к профессорам, вы знаете, кто-то зашел. Я преклоняюсь перед этим человеком. Я никто, Владимир Васильевич, да зачем? Нет, это он им говорит. А они глаза такие первый раз видят. Он унизил себя этим? Я не знаю. Я ему отмечаю тем же самым. Как я могу себя этим унизить? Так что здесь надо смириться. Вы посмотрите, вы подходите безбородый. Он не должен вас даже допускать. Куда ты лезешь-то, Антихрист? Вот и все. Бритого человека не отпевали. Бритый человек, он не считался за полноценного. А вы даже, ну, вы этого не чувствуете. А почему? По стихии мира. Это мир. Вот я приезжаю в Славгород. По приглашению. Мы православные. А баптисты, они не крестятся. Они руки, лодочки там. Я приезжаю. Почему? Я услышал, там пресс-питер был у них такой. Седлецкий, Карл Станиславович. Очень хороший. Надо было встретиться. А сидят вокруг пожилые его люди, проповедники, все безбородые. И он тоже. Я говорю, скажите, пожалуйста, почему вы бороды бреете? Ну, как почему? Они не могут ответить. Если бы раньше, то там токарный станок, борода попадет ему. Ну, глупость. А что сказать на пенсии-то? Ну, это, вот это. Я говорю, а почему Фидель Кастр бороду не брил никогда? И саловался он с Брежневым в засос. Почему? Посмотрите внимательно, я говорю. Фридрих Энгельс сидит. У него такой чуть-чуть видно, где рот. Карл Марс, у него покороче. У Ленина, я говорю, только клинышком. У Сталина только усы. А у Хрущева даже на голове еще нет. И, заметьте, так вот порядки идут. Так, почему вы безбородые? Ну, вот так. Я доставил журнал, привез. Баптист, так называется. Журнал Баптист. Больше, по размеру, больше огонька. И вот на первой странице сидит баптистская молодежь. 1910 год. Все с бородами. Бородки маленькие, ну, видно, молодежь. Приспетера до одного. Я говорю, смотрите, вот. Достаю другую книжку. Союз борьбы за освобожение рабочего класса. Владимир Ильич Ульянов сидит посредине, а вокруг бабушкин семь человек. Все с бородами. Он старше 30 лет. Дальше. Его отец, Илья Николаевич. И у него, по-нашему сказать, это генеральское звание. Он инспектор там такой был. И рядом его, которые сотрудники, все с бородами. Посмотрите Достоевского. Посмотрите по порядку. Люди, которые верят в Бога. Даже Макаров адмирал сидит там до пояса борода. На кого вы похожи? Сейчас пишут. Сейчас. Я только что писал. Исследование делает не кто-то, а НАТО. НАТО. И они сделали так. На исследование взяли 100 человек. 50 человек, которые постоянно здесь служат, в морпехе. Спецназ. Из них половина 25 с бородами, половина без бород. Теперь. Которые действуют в счастье. Точно так же. Вот они теперь участвуют в операции. Что интересно. Сравнение. Какие были ущербы. Сравнивать даже не приходится. Ну, один-два бородатые. Все бородатые. Все вернулись здоровые. А там чуть ли не половина выбитые. Второе. У этих оружия, говорит, ни разу нигде не заклинуло. А эти только постоянные жалобы. Мы, говорит, этого не знали. НАТО. Это серьезная организация. И они показывают на весь мир этот ролик. Выступают все спецназовцы. Во-первых, закрывают грудь. У нас нету, говорит, здесь лишнего холода. Кроме того. Талибы все видят. Они еще не знают, кто мы такие. Это минута, секунда. Я уже выиграл сражение. А с бородами-то был Христос. С бородами были все пророки. Все апостолы. Посмотрите на изображение. Николай Щедотворец, Иоанн Златоуз, Иоанн Кроштадский, Николай Гурьянов, Иоанн Крестьянкин. Без бородого ни одного нет. Я недавно в лавке был в церковной. И там стихи Майкова с бородой. Нетронутая борода. Я ее спрашиваю, почему? Ну, вот это ответ простой. Не любите мира, ни того, что в мире. Да главное сердце, сердце. Подождите. Главное любовь, любовь. Подождите, я говорю. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот вам вся ваша любовь. Ты любишь мир? И когда я баптистам сказал, скажите, вот сейчас бы все носили бороды, вы бы там, где приехал я в Славгород, вы носили бы? Да. А Карл Станиславович говорит, знаете, братья, этот брат прав. Яков, 4 глава, 4 стих говорит. Не любите мира, ни того, что в мире. Не любите мира. Дальше. Любовь к миру есть вражда против Бога. Знак равенства. Вражда. То есть, да пошел ты на Бога. Ты скажешь, да нет, я, а это одно и то же. Теперь смотрите. В Библии нет ни одного слова лишнего. Господь говорит, небо и земля исчезнут, но слова мои не исчезнут. Ни одна йота и краткая. Ни одна черта. Вот мы считаем Яков, патриарх. Ну, Авраам, Исаак его, это внук Авраама, первому еврею избранному внуку. Город Сихем. Зачем туда пошла Дина, неизвестно, дочь его. Княжеский сын заметил ее. Как он ее заманул себе там обычным голосом, поет или играет там на скрипке. Но она зашла, и он снасильничал ее. Сразу стало известно. Для них это шок. Я отвлекусь. Вы знаете, Юрий Буданов, полковник, которого посадили, там, Эльзу Унгаеву, там, он, Унгаеву изнасиловал и убил. Его судят. Добились все-таки, нас посадили с камилицами, он полковник, заслуженный. Доказали, что он ее убил. И он сознательно. Но доказано, что изнасиловал. Родные, не надо указывать. Нам жить нельзя здесь будет. Да она не виновата, Эльза-то. Не важно. Мы просим, не надо. Судья включает, они сразу уезжают в Данию. Чечня, современники наши. И они ждут там развязки. Рамзан Кадыров сказал, такое у нас не прощается. Вы знаете, он был застрелен. Его выследили, когда он был, вышел курить. И мало там, два метра, говорит, пространства, когда наружное наблюдение не хватает ни с другой стороны. Пулю за пулей. Теперь спокойно можно приезжать домой. Так вот, эта дождь Дина была изнасилована. И она была обесчищена. Как говорит, а она честная девушка. Не то, что она правду говорит, а то есть, сохранила ли девство. Но вот мы считаем. Посорился царь Давид. И сегодня звезда Давида там в Израиле, посчитаем, по сей день псалтыр считаем. И его слуги пошли к царю на асу. А молодой царь высказать, ну там, сочувствие, как... Ну, своя делегация приехала, как на Кеннеди Микоян ездил, когда убили его. А молодые советники ему говорят, царь на ас. Это пришли не просто так. Это соглядатые шпионы. Выглядит дороги у нас, то другое. И он поверил. Полбороды обрил. Полбороды. И отрезал наполовину одежду. Откусили домой. Давиду сразу сказали. Полбороды нет. А куда же они идут? Ну, как куда? Тебе, должитель Иерусалим, не ногой. У нас есть город проклятия. Ирихон там пусть сидят. Пока не отрастут города. Ибо они были очень обесчещены. Там Дина обесчещена. Изнасилована. А это очень. То есть это хуже изнасилования. Очень. Очень это лишнее слово. О-Ч-Е-Н. Пять букв. У-у-у. Когда одну букву бушу. Итак, я вам все сказал. Материалы продобрите, я вам сброшу. Если вы верующие, скажите. Все с сегодняшнего дня. Выбрасывайте. Вас плохо слышно, Игнатий Сихонович. Плохо слышно. Чуть-чуть микрофон поднимите. Да, вроде не хорошо. Ага. Так. Вы меня поняли? Да, да, да. Вот теперь давай говорите ваш вопрос. Ну, вопрос вот в этом стоял у меня. Почему патриархи, ну, даже священники все крестятся вот, как бы сказать, вот наполовину. Даже не на лоб, на пупок даже не идет. И вот. Слышали? Я говорил это как раз. Да, да. Я говорил. Патриархи руку только куда сует подмышку. Вот. Да, да, да. Я слышал как раз. Крестится правильно. А сейчас, глядя на патриархи, он так же крестит. Он его развратил. Да. Я говорю об этом. Но дальше не идем. Я обречил, больше не отвечаю. Книга Пороха из Икииля 3.18 говорит так. Если ты видел согрешающего брата и не предупредил, он погибнет. Но его кровь я с тебя взыщу. Но если ты говорил, а он не послушал, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Я был обязан сказать. Я сказал не на смешку. Да, да, да. И все. Он не принял. Меня уже не касается. Я свободен. Вот так. Да. Так что я участвую в этом деле. Да, участвую. А остальные были, которые стеяли батюшка, ни один не сказали. Значит, награды никакой нет. Нету. А почему вы сказали? Прямое указание я должен сказать. У нас хорошее отношение с митрополитом. Вы видели, какие тут подаваши. Да, да, да. Я смотрю. Каждый день жду ваш ролик, когда выйдет, чтобы посмотреть. Да, мы все... Мне очень интересно. А сейчас епархия, епархиальная газета, их место. Запишите. Барнаульская митрополия. И вы видите последнее, как он у нас был, как они фотографировали. Вот и все. А мы-то принадлежим-то не патриархии, а православной русской зарубежной церкви. И мы единственное, две общины остались нигде-то, не в России только, а всюду и везде. Которые не сдвинулись с места. Мы у нас регистрация в Краевом отделе юстиции РПЦЗ. Русская православная церковь за рубежом. Но мы признали акт на каноническом общении, а мы всегда признавали ее благодатность. А он приезжает к нам в деревню Потеряевка, служит с семинаристами, с пивцами, со священниками. Да, я видел. И видели, как? Вот это самая щадящая температура. Мы никуда не сдвинулись, не перерегистрировались. И он у нас служит и поминает патриарха святейшего, а затем нашего митрополита Иллариона, который от нас отказался, всех выщеркнул. Почему? Его давили. Сделайте, чтобы ни одного не было. Но это только на бумаге. А на деле-то молится, и мы молимся. Нас упрекали сектанты, раскольники. Сейчас все лохло. Почему? Митрополит все загладил. А до этого был который Максим, мне священники знакомые говорили, ни одного собрания не начинает имперхиального, чтобы нами не начать, нами не кончить. А под конец его патриарх и спрашивает. Это мне уже сообщили. Еще что там у вас как? Спросил-то он даже, это Антония была, а это спросил нашего Евтихия. Он говорит, если бы епископ по-другому относился, может и по-другому было бы. Он его, видимо, вызвал, рассказал. И мы у него сидим там в епархии. И наш епископ, он. Отец таким, я готов к вам на вертолете прилететь. Вот как допек его. А батюшка говорит, да садиться негде. Сугробы везде. А весной он приехал. И уехал отсюда, когда его убрали, а его могли поставить. Здесь с митрополитом был бы. Этот епископ был и этот. Но по поведению у того по-другому было. Он тут запрещал священников против нас, войну объявил. А этот пришел, все загладил. Значит, один и тот же пост. Разбили митрополию, ему сразу, минуя архиепископа, сразу дали митрополита. А митрополит это подпирает патриарха уже. Да, понятно. Есть такая поговорка. Ласковый теленок двух маток сосет. Да, да, да. А дурному-то это, или который бодается, то она его и сама не даст. Так и в жизни бывает. А мы ничего не потеряли. Мы не льстили. Открыто все у нас есть. Как мы его встречали. Он достоин чести. Кому честь, честь, Павел говорит. Дальше, как он идет ко мне вот сюда, где я сижу в жилище. А кто, вот разговариваем сейчас в этой рулетке, там чат рулетка. Да, да, да. А мы, говорит, здесь потихоньку говорите. Мы, говорит, здесь по телефону, говорю, в тюрьме-то, в лагере. А у нас-то когда видят это все, а вы что, тоже в лагере? Я говорю, нет, это наша жизнь такая лагерная. У меня в той квартире было 12,8 квадратного метра с кухней, с залом, с туалетом. Все, 12 квадратов. И там отдыхало 11 человек, и на полу никто не лежал. У меня нарами разбито все. Да, я этот ролик видел у вас, там квартиру всю, как вы показывали, что там все было раньше. Интересно и в бедности. Красиво, не роптать. Ну, а ты будешь корчужиться. Ну, счет этого толку-то. Только нервы тебе сдавать будут. Еще что, тебе не столь в башку сунется. Да. Еще такой вот вопрос, Игнатий Тихонович. Почему в некоторую церковь зайдешь, прям с восхищением там стоишь, а тебя вдохновляет? А в некоторую церковь зайдешь, да? Вот стоять там даже невозможно. Не знаю почему. Вот еще такой вопрос. Так. Ну, в первую очередь, нигде в Библии не написано, если мы зайдем, какие у нас чувства будут. Храм Божий. Нигде, ни в одном месте. Поэтому на это не надо обращать внимания. В первую очередь. Это люди такие экзальтированные, редко приходящие. Они запах ладана, по ноздрям ударило. Теперь увидел священник одет и хорошо. Хорошо там хор поет. Ну и все. А Христа-то они не увидели. Я пришел к Богу высказать свою просьбу, отблагодарить. Я встал в уголок, я вообще никого не вижу. Я даже по улице иду. Иногда кто-то встретится с женой и говорят, а почему он не здоровается. Он говорит, так он вас не видел. А почему? Я иду все время размышляю, составляю там проповедь. А вот, а вы видели, какие баннеры там все покажены? Не глядел. Так, сюда. Падал, подумал, звонит. Я не видел. Да как же, вы же видели. Нет, не видел. Я шел и молился. Я вообще ничего не вижу. Я не говорю, плохо слышу. Мне даже нужен жених. А что вы смотрите-то, разглядываете? Зачем ты на эту картинку-то смотрел? Ты мимо отмахнул бы ее и говори даже не о чем. Если я на все буду обращать внимание, а где моя связь с Богом, молитва? Вот к нам приезжал игумен Кирилл Сахаров. Его храм от Христа, храма Христа Спасителя метров 200. На этой стороне. Ну, прям рядом. Да, да, все, я знаю, знаю. Знаете, да. И вот он приезжал сюда с группой школьников. Там его прихожанки были-то. И потом он все это напечатал, как было. Он в союзе писателей состоит. Очень многое знает, видел. И вот, говорит, что интересно. Мы с Игнатьем идем по полю. Вдруг он раз остановился. Я гляжу, молится. А что ты молишься? А о чем? Какой храм здесь? Купол над нами. Небо, небосвод, это храм. Свящая-то, солнце горит. Почему не помолиться? Я ему отвечаю. Ты слышишь, как птицы поют? Я Бога восславляю. Какие разные птицы. Весенний же воронок заливается. Какой у него там оркестр в горлышке. Трава, смотрите. Вы не заметили? Вот пробежал суслик. Он ничем не повинен. Какой он красивый. Это мама назвала их степная кошечка. Я в детстве был, много ловили, завали. Вы это видели? Видели? А теперь посмотрите, как Марьево колышется на взгорке. А для чего? А для того, чтобы мы прославили Бога, что земля отдыхает и растаивает. Вот куда бы ни пошли, остановка, молимся. Вот мы ездили когда со своей миссией, от Владивостока до Лиссабона. И каждый день мы должны посетить пять районных центров городов. Пять. В день. В день. За неделю мы пять дней, а до двадцать пять. У нас строгий график. Мы всегда ложились спать в десять часов, подъем в два часа. И мы каждый день в среднем проходили тысячу тридцать километров. Тысячу и тридцать. Вот. И каждый раз, дорогой когда едем, из города выезжаем, совершаем молитвы. Начинаем молиться. Вышли, расстелили. У меня военные палатки. Два на два. Молимся около дороги, поднимаем руки. Благодарим Бога. Сели опять по полной. Два шофера меняют друг друга. И эту миссию никому никогда не повторить. Почему? А у них этого нету товара. У меня написано в бумажном варианте 38 тому. Есть что дать. А с чем я поехал бы? Я с дарами поехал. Обычно-то у людей рука. Да не будет рука твоя, говорят, распростерта для принятия и сжатой при отдаче. А мы наоборот сделали. И проехали. И папы римскому подарили, даже которые на покое Венедикту, книги. Книги видели в библиотеке Путина. А в Москве в библиотеке Ленина все книги. Парламентская и висторическая. В трех библиотеках в Москве. Они, недурки-то, стараются изъять папы. А там им не по зубам. Все, сейчас я гляну. Сейчас, минуточку. Узнать. Ага. Боляще. Надо сразу было сказать мне. Так, слушаю дальше. Ну, все, эти вопросы были. Спасибо, Христос. Спасибо вам. Слава Христосу. Я даже вот стал... Раньше я из дома, ну, Господи, богослови, выходил. А сейчас из дома тоже выхожу, три поклона, перекрещусь, три поклона делаю. И всегда говорю, знаешь, когда перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его. Это перед крещением. И впереди себя перекрестись, не бойся никого. Все, все, что было, перед вами все рухнуло. Дорога для вас чистый, освещенный коридор во тьме. Я был в таких обстоятельствах, где другие просто на глазах погибали. А я иду, как будто ничего этого нет. А почему? Не знаю. Вот я на корабле работал. И боцман там подговорил одни, чтобы меня во время, когда мы идем в море, сбросить за борт. А я сижу там, занимаюсь. Я в училище мореходное поступил. Багерская рубка, она аварийная, сзади находится. Если тут у нас что-то, повреждение, тогда управление, как у подводной лодки, берется на корму. И они туда. Им только ко мне заходить. А в время, это жена капитана Фролова, там же не занято помещение, она белье развесила. Пришла снимать белье. Я об этом не знал бы. А когда я уже оттуда увольнялся, в это время боссман подошел и сказал, вот такое у нас было. Я говорю, Володя, а чем я перед вами провинился? Конечно, трое. Я в тулупе там. Меня бы они сбросили. А зачем? У меня отец, он был военный, у него такая портупея, эти ремни. А он потом проводником работал. Вернется, когда бабка была верующая, и она на меня жаловалась. Я там хулиганил, и он меня этим ремнем порол. Я себе сказал, буду мстить верующим. Позволь, твой отец, портупея и я. Какое отношение? Ты в Одессе жил. Я в деревне, 150 километров от Барнаула. Как? Ну, вот так. Так он такой суровый всегда был. А когда мне уже уходить стало, он в это время подошел. Мне казалось, на водной глади корабль закачался, мне было, и гляжу, у него слезы. Ну, я мне капитан сказал не просто. Я на катерок и сошел вокруг корабля. И сигналы такие были, даже до слез. Я прощался с этим. И человек, не зная меня. Жена не знала, зашла. Теперь я когда вернулся, пришел, от кого я уверовал, Михаила Анна Еремеева. И меня спрашивают они, а вот такого-то числа у вас что там было? Я говорю, а я всегда веду дневник. Лет уже 65 веду дневник. Больше. А вот к нам, говорит, брат Латыш пришел. Я фамилии сейчас не знаю, высокий такой, сухопарный старик. И говорит, а вот этот братик-то у вас, который на корабле работает, он где? Да где он ее? В море. Знаете, у меня сердце так забеспокоилось. Я скорее к вам пришел. Давайте молиться. У него какая-то там неприятность. А они находятся здесь, а я там. Мы, говорит, встали на колени, помолились. Ну и разошлись. А когда я вернулся, спрашивают. А там момент, когда зашла жена капитана. И Бог ее послал. Другой случай. Где-то в Индонезии он ходил, проповедовал. А местный там шаман нанял людей. Кого-то двое, что они были. И решили его дорогой перехватить и убить. Пришли с ружьем. А он по этой тропе ходил всегда один. А тут идет, и с ним идет человек 18. И когда он обратился, этот человек, и он говорит. А вы всегда ходили один. А почему этот день столько? Он говорит, я всегда хожу один. Так с вами же люди, вы разговаривали. Никого не было со мной. То есть Господь послал ангелов или кого-то. Они видели. Это то, что я считал и что со мной было. Так что встреча наша не случайна. Да, спасибо вам большое, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос, вас. Так, все у вас? Да, все у меня. Ну что, мы поговорили. Спасибо. Вы старайтесь расслышать. Я вам благодарен. Да, живем один раз. Да, спасибо, Христос, вас. Это мир погибельный. Он концу идет. Богу славу. До свидания. До свидания. Аллилуйя.